И в чем именно они будут выражены, эти результаты, тоже пока непонятно. А ситуация между тем продолжает развиваться не в лучшую сторону. И по-прежнему проблема снабжения лекарствами льготных категорий пациентов не снята на 100%. В том числе тогда, когда требуется срочное лекарство, а у него нет денег, и этого лекарства нет по льготам в аптеке. Ну и второй вопрос. Хорошо было сказано по поводу того, что не нужно очернять, не нужно говорить только о плохом. И о том, что медики не всегда выносят то, что у них плохо на всеобщее обсуждение, а стараются решать это внутри своего сообщества. Но если при этом речь идет об опасности для пациентов, то не лучше ли некоторые вещи все-таки озвучивать? Например, есть ли проблема с телефонной связью, если не могут дозвониться люди на скорую, но об этом вслух не говорится, и говорится, что все в порядке. Может быть лучше какие-то вещи все-таки озвучить заблаговременно, для того, чтобы просто пациентам не создавать риска дополнительно. Это уже, по-моему, этика какая-то, не знаю даже. Вот почему я говорила о комиссии по этике. Спасибо большое за вопрос. У нас есть уникальная сейчас ситуация. В зале присутствуют все люди, которые могут вам исчерпывающие, дать ответы без помощи общественной палаты. Любосредственно. Елена Дмитриевна здесь. Я думаю, что, да, Елена Дмитриевна, вам есть что-то сказать. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Честно говоря, первый вопрос у меня вызвал определенное недоумение в отношении ситуации с льготным лекарственным обеспечением. Я хочу ответственно заявить, что ситуация у нас реально отличается от ситуации 2010 года, когда у нас была реальная проблема по льготному лекарственному обеспечению. В зале присутствуют и медицинские работники, это сотрудники Слободской центральной районной больницы. Можно задать им тоже прямой вопрос, насколько сейчас проблемна, либо не проблемна ситуация с льготным лекарственным обеспечением. Я могу заявить, что на сегодняшний день все необходимые лекарственные препараты, которые заявляли лечебное учреждение для лечения своих пациентов, имеются в достаточном количестве на аптечном складе. Другая ситуация, когда пациенту по медицинским показаниям вдруг требуется ранее не заявленный лекарственный препарат. По таким лекарственным препаратам мы решаем проблему индивидуально, то есть либо закупаем по разовым договорам, либо если лекарственный препарат имеет высокую стоимость, то мы закупаем его, используя 55 ст. 94 федерального закона. Следует отметить, что департамент вообще очень оперативно реагирует на все ситуации. Я как пример приведу декабрь прошлого года. Все знают о существовании такой программы семи высокозатратных нозологий. Это программа, которая позволяет обеспечивать пациентов наиболее тяжелыми заболеваниями, такими как нарушение свертываемости крови, злокачественное заболевание кроветворной ткани, рассеянный склероз, больные, перенесшие трансплантацию органов и тканей. В прошлом году несвоевременная поставка препарата Капаксон, который необходим для пациентов с рассеянным склерозом, и тогда правительство области принимает решение за счет средств регионального бюджета. Перед Новым годом, 29 декабря, закупается лекарственный препарат на сумму 5 миллионов рублей, и все пациенты, нуждающиеся в этом препарате, обеспечиваются препаратом либо перед Новым годом, либо в течение 3-4 января. То есть ни один пациент не остался без медицинской помощи. Что такое этот препарат? Он вводится ежедневно, и прекращение введения препарата грозит пациенту тяжелыми осложнениями. У нас на сегодняшний день выделяется достаточное денежное средство для того, чтобы обеспечивать пациентов, страдающих орфанными, редкими заболеваниями. И этот тоже вопрос решается. С 1 января 2012 года у нас муниципальное лечебное учреждение перешли в областную собственность, и мы приняли всю региональную льготу на себя. То есть на сегодняшний день мы организованно закупаем лекарственные препараты на всю область. И если в конце года всегда по региональной льготе были проблемы, сегодня эти проблемы решены, и у нас есть достаточный запас лекарственных препаратов. Что порой вызывает недовольство населения? Это отсутствие того или иного торгового наименования лекарственного препарата. К счастью, у нас законодательство определяет, что мы должны обеспечить пациентов лекарственными препаратами в рамках международных непатентованных наименований. Очень часто идет спекуляция на тему, что вот в рамках одного МННМ это торговое наименование лучше, это торговое наименование хуже. И Департамент здравоохранения, экономия бюджетных средств, закупает самые дешевые лекарственные препараты. Но здесь речь идет, во-первых, и об экономии, то есть на сегодняшний день расходу государственные деньги наша задача обеспечить всем необходимым, всех нуждающихся. Поэтому мы не можем выбирать какие-то дорогостоящие лекарственные препараты, если есть альтернатива. Ну и моя позиция именно как врача, а не как чиновника стоит на том, что все зарегистрированные на территории Российской Федерации лекарственные препараты являются качественными, поскольку государство осуществило их регистрацию до того момента, пока не доказано обратное. Есть ли законный способ доказать некачественность лекарственного препарата? На сегодняшний день существует организованная система фармаконадзора по всей Российской Федерации. То есть если у гражданина есть подозрение на неэффективность лекарственного препарата, либо на побочные эффекты лекарственного препарата, он обращается к своему лечащему доктору. Доктор заполняет соответствующую форму, направляет ее в департамент здравоохранения, и мы уже направляем эту форму в Росздравнадзор. Вы помните историю, наверное, трехлетней давности по Милдранату, когда из нескольких регионов поступили сообщения о тяжелых побочных эффектах, и тогда все партии, 100 серийных номеров препаратов изымалось по всей стране, проводилась экспертиза. На моей памяти на территории Кировской области при поступлении нескольких сообщений о подозрении на побочные эффекты, три такие массовые экспертизы проводились по препаратам. Во всех случаях было доказано, что препарат качественный, то есть фальсификатов, некачественных препаратов у нас не выявлялось. Поэтому я думаю, что вот это еще идет информация о том, что у нас недостаток по льготе лекарственных препаратов, ну скажем так, память населения достаточно крепка. Ну, я сейчас скажу, что если у нас на начало прошлого года до 5000 необеспеченных рецептов, то сейчас у нас необеспеченных рецептов в пределах 50 на всю область по каждой льготе, не включая программу семи высокозатратных нозологий. По каждому конкретному случаю мы, в общем-то, говорим о том, что есть телефон лечебного отдела 64 22 55, по которому может позвонить любой гражданин, которому либо отказали в выписке рецепта, либо не обеспечили рецепт, и специалисты департамента здравоохранения всегда решат эту проблему. Просто получается, что люди приходят в аптеку, аптека у нас для справки одна на весь город, официально, на весь район, им говорят, подождите, придите через неделю. При этом дело не в аптеке, потому что, соответственно, им тоже приходит то, что заказывается врачами. Я тоже поясню эту ситуацию по закону. Рецепт должен быть обеспечен, если на нем не стоит пометки цита или цитиссимо, в течение 10 рабочих дней. Поэтому здесь абсолютно правомерно, если на данный момент лекарства отсутствуют в аптеке, аптека делает заявку на аптечный склад, и в течение недели лекарственный препарат доставляется. Это не есть нарушение прав пациента. Кроме того, наши пациенты должны знать о том, что пациенты пенсионного возраста при стабильном течении хронического заболевания могут обеспечиваться лекарственными препаратами в размере трехмесячной потребности. Когда речь идет о диабетиках, инсулинозависимых, наверное, ситуация все-таки немножко другая. Они-то без этого препарата не могут долго, они-то не могут ждать неделями. Я все понимаю, то есть это вопрос чисто организационный, но я думаю, что Андрей Вениевинович присутствует в этом зале. Другой район. Ну пусть другой район. Ну обязательно мы с Олегом Федоровичем проговорим эту ситуацию. То есть иногда у нас медицинские работники, ну я вот скажу такую фразу, перегибают палку, когда выписывают рецепт строго через месяц от дня выписки предыдущего рецепта. То есть стоит выписать вот этот рецепт на неделю раньше, создать у пациента вот этот недельный запас лекарственного препарата, и дальше уже эта ситуация не будет повторяться. Таких жестких установок не существует. То есть это никакие перегибы на местах. Кстати, по вопросу льготного лекарственного обеспечения, на прошлом заседании дней главного врача мы тоже поднимали этот вопрос. То есть есть ситуации, когда не совсем работает лечебное учреждение, либо уполномочена аптечная организация для обеспечения пациента, либо имеется злоупотребление. Вот я озвучивала такую цифру, что одному пациенту с начала года было выписано 135 упаковок лекарственных препаратов. То есть это, наверное, не совсем правильно, и тут пользы для здоровья пациента точно не будет. Ну, хорошо. А когда речь идет о том, что между федеральными и региональными льготниками по одному рецепту нельзя, вернее, как по рецептам для одних есть, по другим нет, люди вынуждены бегать к своему терапевту, тратить время. У нас для справки три маршрута автобусных в городе, которые ходят раз в час. То есть люди вынуждены идти пешком, простоять очередь, еще дождаться своего терапевта, выписать другой рецепт и прийти получить тоже лекарство. Дальше время идет, препарата может и этого не остаться. И такая же ситуация с отпуском по рецептам, когда нельзя по рецепту отпустить все количество. Например, есть половина дозы, но либо он ее берет и больше уже ничего не получает, либо он ожидает, пока придет препарат в полном объеме. Этот вопрос тоже в марте мы заявляли, что хорошо бы его как-то решить, какие-то процедуры придумать для его решения, решен ли он сейчас или в какой стадии решения он находится. Ну, я услышала ваш вопрос, то есть я вот, например, не вижу проблемы. Почему? Потому что тут есть недоработка конкретной аптеки. У нас по соглашению между аптечными организациями и департаментом здравоохранения установлен следующий порядок работы. То есть аптечная организация ежедневно утром сообщает в лечебное учреждение о наличии лекарственных препаратов. Следовательно, в рамках этого объема врач должен выписать лекарственный препарат. И либо он выписывает два рецепта на тот объем, который есть, а по второму рецепту пациент получает, если это ситуация экстренная, либо выписывается полный объем препарата, и пациент потом обращается. Но я услышала вас, то есть я поняла, что есть определенная недоработка в Белохолуницком районе. Мы обязательно проанализируем эту ситуацию, примем себе. Я прошу включать это обращение в общественную палату, потому что к нам было обращение, было, соответственно...